Про различия между Украиной и Россией мы продолжим обсуждать тему с Марком Фейгином, правозащитником, юристом и бывшим депутатом Государственной Думы Российской Федерации. Марк, доброе вам утро. Здравствуйте. Доброе утро. Вот сюжет наш был про разницу благосостояния российского и украинского народов. А что бы вы сказали, какая главная разница в ментальном отношении России и Украины? Ну, она очевидна. Есть два главных пункта. Один из них – это то, что русские нации имперская и во всех смыслах, и в отрицательной в первую очередь. То есть, они живут ощущением не своей изолированной жизни, в отличие от украинцев, а, так сказать, вот правильно Черномородин Покойный сказал, геополитическим представлением о мире. То есть, несут миссию. Украинцы никакой миссии никуда не несут. В этом смысле есть еще одна разница. Она в том, что украинская нация ощущает себя нацией, которая объединяет пусть и разные какие-то национальности, но все-таки единой политической нации. Ну, в России такого нет. То есть, ты либо к ней принадлежишь, либо нет. Вне зависимости от того представления о том, что русская нация должна вбирать в себя другие. Ну, и третье, все-таки украинцы ближе к границе расположены, они больше европейцы. Вот, они соприкасаются с европейской культурой, в отличие от русских, которые больше с азиатской, по-моему, соседствуют. А зачем Россия и Путин, в частности, пытаются все время Украину к себе притянуть? Зачем эти все нарративы? Они были и до войны, но сейчас война, и они выглядят еще более абсурдными, когда Путин рассказывает про братские народы и про, не знаю, какие-то содружества и вообще перспективу, не знаю, каких-то хороших дружеских взаимоотношений. Я выше сказал, что это цель имперского строительства, реванша, такого определенного возвращения территории. Но дело в том, что здесь нужно понимать, что это невозможно рассматривать без того аспекта, что для конкретно Путина, для его системы власти, это оправдание всего того, что делалось почти четверть века, точнее, не делалось. Почему такой результат социальной бытовой жизни? Ну, это как раз потому, что мы были заняты национальным строительством, поэтому нас тараканы в больницах бегают. Это очень удобное оправдание, что мы восстанавливали СССР, нам было не до больницы и не до пенсии. И ровно поэтому до этого и открыто провозглашаются. Вы что от нас хотите? Мы вот заняты делом, войной заняты. У нас нет ни средств, ни сил, ни времени на обустройство жизни отдельно взятого человека. Так что это главное обоснование, я считаю, даже более важное, чем вот эти большие имперские лозунги, о которых то и дело говорится с реваншем, исторической Россией, СССР 2.0 и так далее. Ну, просто нужно оправдать, что ты все разворовал и все, что ты не делал, а что было нужно делать, можно было сделать за четверть века. Ну, Марк, вот среди прочих лозунгов еще империалистических используется такой вот языковой вопрос, он очень, в принципе, такой болезненный, да, и в том же плане манипулятивный, потому что Россия неоднократно, тот же Путин, заявляли, что вот русскоязычное население, это чуть ли не автоматически означает, что люди принадлежат к России, я не знаю, даже если они демонстрируют открыто свою проукраинскую позицию патриотизма, они все равно русскоговорящие и, мол, это для них основание защищать их права и прочее, даже если эти люди и не просили об этом. Нет, ну, это абсолютно пропагандистский лозунг, ничего за ним нет, потому что, на самом деле, есть места куда ближе к России примыкающей, где вообще прав никаких у русских нет, не то что на язык. Смотрите, как вдруг министр... ...был русский, и это не вызывало проблем. Это все... ...знают. ...нахорошо известная. Дело в том, что вообще нельзя извненно навязать язык, а как его можно навязать? Люди на него говорят, либо нет. Другое дело, что без государственного языка ни одна нация не обходится. Почему в России, например, государственным языком вторым украинский не является? Ну, по этой логике. Казалось бы, ну, 40 миллионов живет рядом, соседствует украинцев. Ну, так сделайте тоже второй государственный язык. Почему же нужно требовать, чтобы вторым государственным языком был именно русский? Это вопрос, там, регионального языка, национальных языков общин там. Это решается, кстати сказать, при общей европеизации очень легко. Такие проблемы в Европе решены очень легко. В России же, они же хотят не второго государственного языка, они хотят, чтобы единственный русский язык с полной отменой украинского языка, чтобы именно такая политика восторжествовала Украину. Простой пример на оккупированных территориях это и происходит. Собственно говоря, вытесняется полностью украинский язык, его преподавание и все остальное. Вот я не знаю, видели ли вы его или нет, в интернете гуляет запись, где Михалков выступает перед учителями московского области. Он говорит, что украинский язык – это язык русофобии. Если это язык русофобии, и они двигаются военным путем в Украину, так правильно они будут уничтожать украинский язык. То есть, саму основу украинской нации. Так что все вот эти претензии по поводу ущемления русского языка, они нужны, чтобы полностью уничтожить украинский язык. Чтобы его не было в конечном итоге, чтобы основой государственности была именно вот этот русский язык и русская культура. Причем такая суррогатная, на самом деле там особо ее нет. Советская культура, она что, русская, что ли? Вы посмотрите, они нарративы, все в пилотках, да с Лениным восстанавливают порушенные памятники где-то там в селах. Так что это всего лишь предлог пропагандистский. Никому там дела нет ни до русского языка, ни до чего. Эрунда. Ну, очевидно, Михалков мнит себя там филологом, лингвистом. Вот, кстати, как и Путин мнит себя историком, да. Он вот очередной раз там выдал какой-то исторический, вот по его мнению, правильный факт, что вот, мол, там 1 сентября он на встрече с детьми в школе, кстати, заявил, что Украины как государство до образования Советского Союза да и не существовало, да, вспомни, вот это здесь, потому что Ленин создал Украину, да. То есть вот эти вот все утверждения, они, когда это делается перед детьми в школе? То есть, ну, это фактически уже детям вот новую образовательную программу вот так вот рисует, что вот именно так оно и было. Ну, а как по-другому-то, конечно, это закладывается изначально отказ от права нации на государственное оформление, когда речь идет об Украине, это обоснование всех этих агрессивных претензий на уничтожение всего украинского в Украине, понимаете. Ну, хорошо, ладно бы это было и в России, они и так все, Россию поуничтожали все эти культурные центры. Ну, понятно, потому что воюем, потому что надо уничтожать всякий источник. Посмотрите, что происходит с УПЦ на территории России. Там же был последний, по-моему, приход где-то в Подмосковье, писал мне настоятель. По-моему, ничего уже нету. В Крыму нету, в России нету приходов УПЦ. То есть, ну, все снесено, к черту. Поэтому отрицание государственности – это изначальный принцип, из которого вытекает и отрицание языка, культуры, истории национальной и всего остального. Зачем это делать? Мы ничего подобного не видим западнее. В Европе, наоборот, идеология вот этих национальных общин, их развитие, самодостаточно автономного и так далее, она является препятствием к сепаратизму реальному. Потому что, ну, мы видим последовательно, что где-нибудь на Западной Европе, та же страна Басков, большинство голосует против оформления государственного. Почему? Потому что вообще все вопросы решены. Есть проблемы, но они политические. Они не языковые, не культурные, не другие какие-то. В России все идет наоборот. Сначала изначально, со старта решается государственная задача, а потом уже не решаются никакие. Вот так это устроено. В России, во всяком случае, именно так. На Восточном экономическом форуме Путин заявил, что вот эта вот спецоперация, там много чего он заявлял, но в частности, что эта спецоперация была осознательной. И Дмитрий Кулеба, глава украинского МИД, сказал, что это фактически публичное заявление о том, что сознание в совершении агрессии. Как-то это может иметь какие-то последствия? Или он просто проговорился? Никаких последствий. Кто-то сомневался в том, что эта операция была сознательно давно подготовленная. Они, по меньшей мере, только год туда-сюда дергали войска. Весь 21-й, если вы помните, к границам Украины. Поэтому я думаю, что это может добавлять некого это самопризнание в смысле каком-то правовом. Но ведь с другой стороны, а что, они же вышли из системы международного права. Что, никуда не положишь, никуда не конвертируешь. Да, идут судебные разбирательства в ряде универсальных инстанций, но на самом деле, по-моему, и так всем все очевидно. Только добавляет, может, к тому, что и так известно. Там уже достаточно и без таких заявлений, фактов, которые подтверждают сознательный характер агрессии. По-моему, что-то нового уже нет. То, что сейчас происходит на фронте, успехи украинской армии, вот 50 тысяч уже перешла цифра потерь российской армии, невозможность пока провести референдумы России на временно оккупированных нею территориях. Как это бьет по позициям Путина? Насколько расшатывает его властные позиции, его уверенность в себе? Ну, это должно расшатывать. Пока мы не видим конвертации этих военных успехов, пока локальных успехов Украины, в то, чтобы внутри России пришло понимание, что это близкое поражение. Потому что вот то, о чем вы говорите, расшатывание, оно произойдет, когда слишком очевидным будет поражение. Понимаете? Не абстрактным, не отвлеченным. Ну, сегодня линия фронта туда, потом сюда. Они же так говорят. А вот когда это поражение станет очевидным, ну, например, деоккупация Херсона и правого берега Днепра. Ты же не сможешь сказать, мы вот тут все оставили с правого берега, переплыли на плотах или там на понтонах, что у них останется. Но мы туда обязательно вернемся. Как вернемся? Это кусок территории и так далее. Может быть, конечно, на Востоке это сложнее представить. Потому что вот правый берег, он как остров такой. Понимаете? Если оттуда выгонят, то уже вернуться туда нельзя будет. Вот это война, куда нельзя больше вернуться второй раз. Я имею в виду там Киеву там или... Если территории будут деоккупированы там под видом доброй воли или что-то еще, вернуться уже будет нельзя. Потому что украинская армия усилится, конечно, в решающей степени за счет поддержки западных союзников. Вот сегодня как раз будет пятый Рамштайн, по-моему. А российская армия слабеет, она расходует ресурсы. Пошатнутся ли его позиции? Для того, чтобы они пошатнулись, должно быть очевидное, публичное, явное поражение, понимаете? Не такое, которое можно будет объяснить какими-то там отступлениями, тактическими маневрами, чем-то еще. А такое, когда уже безнадежное. Вот это может пошатнуть, конечно. Он же обещал за два-три дня фактически. Ну, значит, будем ждать. Спасибо вам большое. Марк Вегин, правозащитник, юрист и бывший депутат Государственной Думы Российской Федерации, был нашим гостем. Всего доброго. До свидания. До свидания.